Ребят, всем привет! Рада всех приветствовать на своем канале о жизни и работе на траке в США. В этом ролике обо всем и понемножку. Мои трудовые будни. У меня в этот раз новая студентка, но, к сожалению, она не захотела особо сниматься у меня в видео. Поэтому в этом ролике буду в основном я. Надеюсь, вы не расстроитесь. Вот. Ну, в общем, погнали. Ну что, ребят, закончились мои выходные. Собираюсь отправиться к траку. У нас идет дождь. Вроде как дождь в дорогу хорошая примета. Я сейчас иду за машиной, чтобы подогнать ее поближе и загрузить свои вещи. И поехать уже в сторону Филадельфии. У меня было пять выходных, что довольно-таки неплохо. Мы отмечали Новый год в Вермонте. Нашли снег. Как полагается, на Новый год должен быть снег все-таки. Вот. И теперь с новыми силами, как говорится, приступаю к работе. Сегодня у меня опять новая студентка. Сейчас заеду в офис за ней. И потом вместе с ней поедем к траку. Вот такие новости на сегодня. Я уже подошла к своей машине. Так. Сейчас подгоню ее. Да, погодка. Дождливая сегодня. А так неплохо. На самом деле. Даже не холодно. Градусов может быть десять даже. В Нью-Йорке сегодня. Такая есть подставочка у меня. Надеюсь, что меня слышно, потому что я купила микрофончик. Ну, в смысле, я не купила. Мне подарили на Новый год. Спасибо большое. Очень, кстати, полезный подарок. Посмотрим теперь качество звука. Вместе с этим микрофончиком. Так, время 7.40. Время 7.40. И сейчас еще нужно собрать все вещи. У меня много сумок. Закину их в машину. Нужно позавтракать. И где-то минут через 30, наверное, я буду выезжать. Хотя планировала пораньше, но что-то не выходит. Ну, ничего страшного. Надо еще умудриться выехать отсюда. Никого не задев. О, Господи! Это было очень важно. ну что ребят я уже подъехала к траку мы встретились девочка ее зовут ширин все разложили свои вещи и теперь поедем на тракстав и будем ждать следующий груз надеюсь что нам быстро его найдут приехали мы в офис сейчас заберем документы сделаем все дела немножко пообщаемся и поедем уже уже на работу приехали в кафе называется самарканд очень рекомендую тут очень вкусно кормят сейчас приедем сейчас покушаем поговорим пообщаемся большая компания сейчас посмотрим что у нас тут есть заказали потом заказали ребрышки по моему и супчик харчо я не знаю где есть супы на самом деле не вижу заехали на сервис нужно починить колесо у нас оказывается текло колесо еще у нас плохо закрывался капот сейчас это тоже нам починят ребят пока встаю в сервисе попробую ответить на некоторые ваши вопросы андрей спрашивает есть ли в нашей работе сезон да нашей работе есть сезон и он начинается примерно с осени грубо говоря с сентября и продолжается до декабря до нового года это считается сезон как бы в этот период вы точно не останетесь без груза не сезон есть не сезон он длится где-то в период налоговой отчетности это где-то с февраля по может быть по апрель где-то так остальное время так средненько не туда не сюда вот сейчас закроется давайте попытаться нет но плохо закрывается у нас короче сломался не знаю сломали замочки наверное или что не закрывается капот и вот они делали минут 40 как наверно что-то там пилили прикручивали откручивали и все равно ничего не работает ох-глазь ребят еще хотела сказать что нам по-прежнему нужны водители в компанию но нужны водители с опытом потому что мы набрали сейчас очень много водителей которых нужно обучать пока нет некому обучать новых водителей и поэтому пишите те кто уже имеет какой-то опыт кто уже работал в этой сфере пишите мне в инстаграм ссылку я оставлю в описании под этим видео пишите чтобы дороге кушать витаминки потому что всегда когда за рулем хочется что-нибудь закинуть еще есть орешки еще ребят по поводу расходов у меня есть вот такая карта на которую копятся баллы я всегда заправляюсь на лавс и так как я много заправляюсь почти каждый день у меня накапливаются баллы и я могу все что угодно все что здесь находится на заправке именно я могу купить на эти баллы вот если не покупала наушники покупала тапочки напитки чай кофе все это можно купить на карту сейчас я хочу купить что-нибудь какую-нибудь гадость но на самом деле на заправке нет нормальной еды только какие-то снеки чипсы есть еще как они называются забыла хот-доги ну и чай кофе на любой заправке можно найти сейчас делаю чай может быть собрала давай сначала я сейчас возьму сначала хочу полу так чай-чай хочу эти не хочу очки можно купить на балла все все совершенно все что есть в этой заправке можно купить на баллы ну кроме вот этих собой данки на это уже не относится заправки так ну все собственно говоря купила колу очень крутая система баллов накопительных так тут можно взять чай кофе я возьму наверное чай возьму чай возьму маленький стаканчик смол тут вот кипяток вот тут есть вкусный чайочек чё ты ищешь тут чайочек вкусненький что я хочу гринтин не хочу так и корешечка на воде чечка здесь Да, если у вас нету в траке микроволновки, они есть на заправке. Ну вот, чай готов. Рядом с дорогой едет поезд. Прикольно. Сейчас забираем груз с Джорджи, пока Ширин цепляет трейлер. Я хочу зайти в Tracker's Lounge. Вот оно так выглядит. Вот, у нас сегодня три груза. Как-то здорово. Загорелся свет. Можно взять какие-нибудь смехи. Есть микроволновка. У нас сегодня три груза. Сначала мы отсюда повезем груз в North Carolina. Потом оттуда заберем пустой трейлер. Отвезем его в другую локацию тоже в North Carolina. И уже оттуда мы поедем в Вирджинию, если я не ошибаюсь, с грузом. Вот такие планы. Сейчас пока я ходила в Lounge, Ширин должна была зацепить трейлер. Сейчас будем проверять, правильно ли она все сделала. На самом деле очень быстро учится. И я думаю, что она все правильно сделает. Она только один раз зацепляла со мной трейлер. И сейчас я ее оставила одну, чтобы она все сама делала. Так быстрее на самом деле проходит процесс обучения, когда все сам делаешь. Что-то непонятное она делает. Она что-то отъехала от трейлера. Она еще не зацепила. Ну ладно, сейчас посмотрим. Сейчас поможем. Ты фоткала трейлер, да? Нет еще. Нет еще? А что ты делала? Нет. А, все понятно. Он как-то криво стоял. А, понятно. А, понятно. А, понятно. А, понятно. А, понятно. А, понятно. Поехали. Надень перчатку. Нет, ее не надо открывать, просто прижми дверь и вот эту спусти вниз. А теперь вторую. Сначала закрывай вот эту левую. Нет, возьми вот эту, поднимай. Теперь придави ее и вот сюда вот ее. Надо до конца ее, чтобы она вошла. Просовывай. Вот так наверху. И снизу, да. И снизу, да. Не впрутись, просто сильно нажми на нее. Ага, все, отлично. Теперь все хорошо? Ага. Так, теперь нужно вбить все в навигатор. Ой, вот. В лоб. Ты уже помнишь, да, как это еще делается? Да. Давай, вот здесь вот. Угу. 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 И вот здесь что-то тоже, да? Да. Угу. Так, что там? Триллер на номер. Так, сюда добавляем шиппинг документ. Здесь номер груза. Да. И потом пишем, откуда мы его забрали и куда мы его везем. Теперь добавляем адрес в навигатор. У нас есть специальный навигатор для траков. Куда, в общем, там вбиты все параметры трака, высота, ширина. То есть он нас поведет именно по тем дорогам, где можно проехать на траке. Так, смотрим. Били адрес. Смотрим обязательно, как его называют, индекс 30.082 и еще 30.082. Нашла? Угу. Где он? 30. А, да-да. 28.0827, да? Угу. Да, все право. Я туда посмотрела. Старт new road. Угу. Угу. Теперь нам рассчитывать дорогу. Окей. Теперь сделай trip date. Угу. Угу. И вот он нам показывает, что нам ехать 3,5 часа. Приедем мы в 2 часа ночи. А сейчас время 10.30. Поехали. Так, мы решили, что поеду я. А потом мы поменяемся. Так, выезжаем отсюда. Так, получается я буду ехать до 2 часов ночи. 3,5 часа. В принципе я днем спала, поэтому чувствую себя великолепно и могу ехать хоть всю ночь. У меня график поменялся. Теперь я днем сплю, а ночью еду. Ну, ничего страшного. Так, мне нужно взять документы на груз. Обязательно. Потому что в приложении у меня груза нету. Обычно есть у нас приложение именно от Амазона. И там есть и документы, и куда ехать, и откуда ехать. Но сейчас мне не добавили груза. Поэтому я должна забрать документы на груз. Сейчас надену жилетку. Спрошу. Все, получила документы. Очень-очень странные на самом деле документы. Так, окей. Ширин. Ты спишь, нет? Можно я тебя попросить вот эти документы? А ты что, на версии? Да, на версии. Да, на версии. В дороге мы спим внизу. Потом. 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 Сухий доллар. Телем. Почу. Пока. О да. Режем отельта съемки. Тремя dramатный соус. Так, привезли первый груз и нужно отрезать сил. Я буду это делать сама. Тут есть ножнички. Ок, они тяжелые. Так, теперь забираем пустой трейлер и его нужно отвезти недалеко. Тут оказывается всего 10 миль. Скинем его там. А потом оттуда заберем уже груженный трейлер и поедем... Не помню куда. По-моему, мы поедем в Вирджинию. Там будет 300 миль пути нашего. Так выглядит Амазон изнутри. Сильно? Да. Ты полностью налево выкрутила? Да. Едем назад. Погнал «Рагина» ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 И поехать по месту назначения DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Шеринг сейчас подъезжает к нему. И ещё одна новость, короче, я не знаю, как так получилось. Здесь мы нашли Лену. Мы опять встретились. Сегодня её первый рабочий день. Это первый груз? Ну, нет, это уже второй. Это уже второй её груз. Да, вчера был первый. Вчера был первый, и вообще так неожиданно, на самом деле. Да. Мы подъехали, она стояла там. В общем, пока мы зацепляем трейлер. Вернее, не я зацепляю, а Шеринг. Лена уже зацепила трейлер. И мы, представляете, мы едем в одно и то же место, поэтому мы поедем вместе. А где Лена? Мы поедем вместе. Сейчас мы зацепим трейлер. Лена пока сделает свои дела, вобьёт в локбук название груза, вернее, номер, куда она едет. Откуда она едет. Сегодня у нас симпатичный такой закат. На самом деле здесь очень холодно. Мы сейчас в Вирджинии, и тут очень холодно. Вот. Я думаю, что где-то минус 12. Когда утром мы встали, мы встали где-то в 5 утра, было минус 12. Вот. Очень даже... Ну, кстати, я не скажу, что прям так холодно. Иногда бывает плюс, и из-за сильного ветра бывает ещё холоднее, чем сейчас. А сейчас не чувствуется этот мороз. Сейчас, кстати говоря, я хочу сказать одну вещь, что вот этот трак, который дали Лене, это мой первый трак. Если вы смотрели моё первое видео, вы его узнаете. Это первый мой трак, на котором я сломалась. Вот он. Это Фредлайнер. Если вы помните, у меня там забились фильтра, и его поставили на неделю в ремонт, и дали мне Вольво. И с тех пор я ездила на Вольво, а этот дали кому-то другому. И, видимо, он сейчас опять освободился. Это Фредлайнер. Вы, наверное, спросите, почему я хожу в маске. Я не просто так хожу в маске, просто в ней, на самом деле, теплее. В такой холодный морозный день. Да. На самом деле, нам дали маску на Амазоне, сказали, что тут надо ходить в маске. Но оказалось, что в ней теплее даже. Я не хочу даже её сейчас снимать. Ну что, ребят, на этом всё. Много не буду ничего говорить, потому что Шерин спит. А мне нужно закончить своё видео, потому что очень много ребят спросили, когда будет видео. Поэтому заканчиваю это видео на этой ноте. И, как всегда, комментарии, лайки, подписки, просмотры. Всё с вас прочитается.